В моей жизни, к примеру, были возможности, когда я мог увеличить свои активы вдвойне, но, оглядываясь назад, я понимаю, что совершил большие ошибки в 70-х годах, и это было реально глупо. Я упустил возможность удвоить мой сегодняшний капитал, и это нормальная жизнь. У вас либо один, либо два. Вот как это работает. Мы все знаем людей, которые вышли замуж. Я имею в виду, что с супругой жить гораздо лучше. Подумайте, какое это было хорошее решение для этих людей. Очень удачное решение. Гораздо более важное, чем деньги. И многие из них сделали это, когда они были молодыми, они наткнулись на это. А теперь вам не нужно торопиться, и вы можете быть очень осторожными. Глядя на многих людей, можно сразу понять, опасность, опасность, не трогать. А люди бросаются в это с головой, и это ошибка. Да, вы можете смеяться, но это по-прежнему ужасная ошибка. Я расскажу вам пару историй, потому что вы их любите. И вот одна выдуманная история, но она очень информативна. Молодой человек пришел к Моцарту и сказал, «Эй, Моцарт, я хочу писать симфонии». Моцарт спрашивает, «А сколько тебе лет?» «23?» «Ты слишком молод, чтоб писать симфонии». Но человек ему ответил, «Но, Моцарт, ты писал симфонии, когда тебе было 10 лет». Он сказал, «Да, но я не спрашивал людей о том, как это сделать». А вот вам другая история про Моцарта. Он один из величайших талантов, который когда-либо жил. И как выглядела его жизнь. Он был ужасно несчастлив и умер молодым. Вот она жизнь Моцарта. Что, черт возьми, сделал Моцарт, чтобы так облажаться? Он сделал всего две вещи, которые гарантированно принесут вам много страданий. Он скрупулезно перерасходовал свои доходы, и это номер один. Это действительно очень глупо. А еще он был полон зависти и негодования. Если вы чрезмерно тратите свой доход и будете полны зависти и обид, у вас будет паршивая и несчастная жизнь, и вы умрете молодым. Все, что вам нужно сделать, это поучиться у Моцарта. Вы также можете много научиться у того молодого человека, который спрашивал Моцарта, как писать симфонии. Дело в том, что не все могут научиться всему. Некоторые люди намного лучше. И, конечно же, как бы вы ни старались, всегда найдется парень, который добьется большего. Какой-то парень или девушка. И моя позиция здесь, ну и что? Кому-нибудь из нас обязательно нужно быть на самой вершине мира? Это просто нелепо. Еще одна вещь, которая я считаю удивительной, это строительство огромных мавзолеев. Я думаю, они считают, что хотят, чтобы люди проходили мимо этого мавзолея и говорили, «Черт возьми, как бы я хотел быть там?» Тем не менее, как видите, мы немного повеселились, и это очень хорошо работает. Но если вы на самом деле выясните, как много решений было принято в истории Daily Journal Corporation или в истории Berkshire Hathaway, это не так уж много решений в год, если посмотреть. Это игра. Быть там все время и признавать редкую возможность, когда она появляется. И осознавать, что нормальный человеческий ресурс — это не иметь очень многого. Теперь это очень компетентная группа людей, которые продают ценные бумаги и действуют так, как будто у них есть бесконечный запас прекрасных возможностей. Что ж, эти люди эквивалент зазывал на гоночную трассу. Они даже нереспектабельные. Это не лучший способ прожить свою жизнь, притворяться, что вы знаете много вещей, о которых вы на самом деле не знаете, и делать вид, будто предоставляете множество возможностей, которых вы на самом деле не предоставляете. И мой вам совет — избегайте этих людей, но только если вы не управляете брокерской фирмой, тогда они вам нужны. Но это неправильный способ зарабатывать деньги. Секрет в том, чтобы контролировать свои нужды и жить просто. У нас с Ворреном было не так уж много денег, мы всегда не тратили полностью свои доходы и инвестировали разницу. И если вы проживете достаточно долго, то вы станете богатым. Это не очень сложно. Теперь есть часть жизни, которая заключается в том, как выкарабкиваться из своих ошибок, чтобы они не стоили вам слишком дорого. И мы тоже кое-что сделали. Если вы посмотрите на Бёркш и Хэтуэй, подумайте о компаниях-учредителях. Обреченный универмаг, обреченная текстильная компания Новой Англии и обреченная торговая марка. И из этого возникла Бёркш и Хэтуэй. Теперь выглядит, что мы довольно хорошо справлялись с этими проигрышными руками, когда покупали их очень дешево. Но, конечно, успех был достигнут благодаря тому, что мы изменили свой подход и занялись более успешным бизнесом. Дело не в том, что мы хорошо справлялись с трудностями. Мы умели избегать сложных вещей и находить легкие вещи. Кстати, когда мы купили Daily Journal, это было легко. То, что мы делаем сейчас в этом программном бизнесе, это сложно. Но из-за случайности этих хороших ассоциаций и того факта, что эти старые коллеги прожили так долго, мы неплохо преуспеваем в этом новом бизнесе, и у него есть потенциал. И это весело. Сколько газет, приходящих в упадок, имеют сотни миллионов, обращающихся на рынки ценных бумаг и открывают новые перспективы для бизнеса. Да мы как последний из магикан. Ха! О, простите, мистер Мангер, тут для вас важное сообщение. О, да, точно, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк под этим видео. Всем пока!